В Актау водители большегрузов оказались пленниками морского порта. Десятки людей, проделавшие долгий путь из Баку, вынуждены по несколько часов ждать, когда им разрешат принять душ и сходить в столовую. По новым правилам, гостям нельзя выходить за территорию режимного объекта до полного оформления всех документов. С чем связаны такие изменения, выясняла Ирина Гончарова. Печать в паспорте о пересечении границы есть, а вот права выхода за пределы порта нет. Гражданин Грузии Гурули Амиран всю прошлую ночь отстаивал перед казахстанскими таможенниками свое право на еду. Чтобы поесть, надо выйти с порта, ведь на территории нет ни столовой, ни даже магазина, где можно купить ясное. Это же нарушение прав человека, что заставляет меня быть голодным целый суток здесь. Ну, через два часа поедете, они мне говорят. Я говорю, нет, я через два часа не поеду, потому что растаможка у меня завтра. Причин для удержания людей в дискомфортных условиях несколько. Одна из них – опасность побега, говорят пограничники. Уже был случай, когда водитель, пытаясь провести транзитом контрабанду, успешно скрылся из страны, пока шла проверка и оформление документов. Кроме того, в стране объявлен 40-дневный желтый уровень террористической угрозы. Порт является у нас стратегическим объектом. Данный вопрос по выпуску, бесконтрольному выпуску, так как водители не прошли все виды государственного контроля, сейчас приостановлены. Видимо, так сложились звезды. Но после запрета грузоперевозок между Россией и Турцией на морской порт «Октау» брушился шквал новых клиентов. Несмотря на постоянные хвальбы об огромном потенциале, порт явно не был готов к такому грузопотоку. С февраля там налаживалась система оформления документов. А месяц назад руководство морского порта отчиталось, что задержек больше нет и для водителей созданы все условия. Однако иностранные дальнобойщики так не считают. А вот сотрудники морского порта уверены, что иностранные водители просто прибедняются. Давайте любую машину откроем и посмотрим. У них там яйца есть, хлеб есть, чай есть, кирогаз есть. Все есть. И все-таки, по словам пограничников, при чрезвычайной необходимости водителям разрешают покидать пределы морпорта. Однако, как раньше, беспрепятственно выходить и заходить на режимный объект уже нельзя. Но это временно, уверяет руководство морпорта. Ирина Гончарова, Виктор Майоров, Информбюро Мангостаусской области.